В Украине назревают коммунальные бунты. Задолженность по стране, заводу, электричество, газ, даже старые долги за тепло по всем позициям уже под 30 миллиардов гривен. И это при том, что западные кредиторы призывают Украину еще повышать базовую цену на газ. Это значит провоцировать рост и остальных тарифов. Кстати, уже упомянутый мной Дэвид Липтон в интервью «Экономической правде» сказал и об этом тоже. Мол, Украине очень важно деполитизировать вопрос газовых цен и выполнять все обязательства по автоматическому изменению цены на газ в нашей стране вслед за колебаниями цен на мировом рынке. Но вот только если уже существующие тарифы многие в Украине не тянут, то что же будет, если их еще повысят? Тему продолжит Павлина Василенко. Нет, не горячая. У меня, как и у многих украинцев, уже несколько месяцев нет горячей воды. И если нет бойлера, то принятие душа превращается в марафон с кастрюльками. И таких марафонцев в Украине в сотни тысяч. Пробежки с горячей кастрюлей из кухни в ванную впору признать национальным видом спорта. В Киеве некоторые жители закаляются по неволе уже несколько месяцев. Люди платят за воду. А воды вот с 31 мая, как отключили, до сих пор нет. Так ждали первое сентября. Думали, для детей подарок нам сделают, чтобы школьников чистых на учебу отправить. Но, к сожалению, этого не произошло. Грязная пастель, вы таки помыли. И как помыли? Моем с кастрюли, чашечкой поливаем. А похолодела вода из-за неплательщиков. Долги Киева за отопление горячую воду 2 миллиарда 600 тысяч гривен. И это десятая часть долгов всей Украины. Парадоксально, но самые злостные неплательщики живут в новых элитных домах. Вот, например, жильцы этого комплекса на Печерске, где квадратный метр, к слову, стоит от 50 тысяч гривен, задолжали за услуги почти 3 миллиона. Всего таких элитных домов-неплательщиков в Киеве три. И общая сумма долга – 10 миллионов гривен. А за долг в 35 миллионов гривен 200-тысячный областной центр «Тернополь» с начала августа остался без горячей воды. И когда включат – неизвестно. Горожане уже вторую петицию на сайте Горсовета размещают с просьбой освободить от закаливания коммунальных заложников и включить горячую воду исправным плательщикам. Такие отключения абсолютно неправомирны и противоправны. Я плачу, у меня нет заборкованности. Вы, постачальник данной коммунальной послуги, не имеете права меня отключить с той причиной, что мой сосед не платит. Если мой сосед не платит, будь ласка, у нас правовая края, обратитесь к суду. Но оказывается, можно исправно платить, а должником стать. У меня вот это посвящение уснувания, посвящение инвалиду войны. Льготы бывший афганец Богдан Федин получил два года назад. Но на прошлой неделе узнал – должен за газ больше тысячи гривен, хотя по счетам платил вовремя. В газконторе объяснили – еще в прошлом году таким, как он, госпомощу резали. Как платить, не знает. Говорит, и так экономит, как может. Живет на одну пенсию. Но заплатить за услугу вовсе не означает ее получить. К примеру, бывает и так, что горячая вода вроде и есть, но по факту ее нет. Как у жительницы Львова Софии Ивановны. Сливать воду для пенсионерки – дорогое удовольствие. Щетчик мотает, как бешеный. Чтобы экономить воду, приходится расходовать газ. Но платежки все равно приходят космические. Для того, чтобы не потерять субсидию, пришлось одалживать деньги. За коммуналку и уборку придомовой территории. Жители этого района Днепра платят немалые суммы. Но уже много месяцев и глаз радуют горы отходов. На эту свалку несут все. И строительный мусор, и домашний хлам. Хотя совсем рядом полупустые баки. Моя дочка вот такая гонюка видела. Вот с цехащих, так она разводится? Да, ну вот тоже гонюка. Там все-таки нет всего. Люди надеются, что коммунальные службы приедут и заберут отходы. Но не тут-то было. Месяц звоню ему. Три раза звонил, они говорят, ну вам уже должен был прийти ответ. Ответ такой, что это не проблема департамента по мусору. У нас департамент по мусору есть, оказывается. И департаменты есть, и платежки регулярно приходят. А надлежащих услуг нет. При этом доказать, что коммунальная услуга ненадлежащего качества, крайне сложно. В результате украинцы часто платят за несуществующие услуги. А многим людям просто не по карману тарифы. Долг украинцев за коммуналку 28 миллиардов гривен. Для сравнения, если в прошлом году платили 94% людей, то теперь 83%. Лидерами по долгам на конец лета стали Тернопольская и Черновицкая области. Но самый крупный должник – государство. До сих пор не проведены взаиморасчеты с тепло- и газоснабжающими предприятиями за субсидии и льготы. И сейчас этот борт складывает где-то 24 миллиарда. То есть коммунальники выявились с такой величайной финансовой дыркой. С одного боку население, которое не сплачивает, с другого боку державный бюджет, который не сплачивает. Это все приводит к занепаду и коммунального господарства, и к колоссальных незручностей для населения. А впереди отопительный сезон и новые цифры в и без того солидных платежках. А значит коммунальные долги будут только расти, как снежный ком. Павлина Василенко, Галина Якушко, Елена Миндалюк, Ольга Паломарюк и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер.